На прошлой неделе, видно, произошло два наезда на детей. В обоих случаях ребята находились не на пешеходных переходах. Травмы и слезы пострадавших – проблемы у владельцев автомобилей. А всего этого можно было избежать, если бы родители больше времени уделяли общению со своими чадами и объясняли им последствия неправильного поведения на дороге. Но что далеко ходить, если так же поступают и взрослые? Даже при минимальной скорости, при движении 10 км в час, удар соприкосновения автомобиля с пешеходом будет равен скорости 40 км в час. Представьте, человек и автомобиль при соприкосновении 40 км в час. Соответственно, последствия могут быть абсолютно непредсказуемы. В связи с участившимися случаями наездов на пешеходов, которые переходили проезжую часть в неположенных местах, сотрудники госавтоинспекции вышли в профилактический рейд. Район Круга на пересечении Советского проезда и улицы Гаевского. На пятачке возле торгового центра Старая Прага наблюдается повышенный пешеходный трафик. А все потому, что до ближайшего пешеходного перехода официального идти достаточно далеко. Он находится почти возле церкви. На свой страх и риск люди перебегают дорогу в неположенном месте. Не страшно? Нет, ну страшно, конечно. Бабка старая такая. Я стараюсь везде переходить как надо. А здесь вот смотрел, никого нет, я прошла. А так я всегда делаю, где вот, надо здесь словно, чтобы идти через дорогу. Что заставляет переходить в неположенном месте? Ну, потому что нет здесь пешеходного перехода, поэтому в неположенном месте неудобно, конечно. В этом случае лень делает свое дело, но нарушителей можно понять. На этом участке пересечения трех дорог пешеходные переходы расположены максимально неудобно для людей. Желательно бы здесь переход был бы, потому что вот, как бы, все время вот здесь... Раньше, кстати, здесь был какой-то переход, я помню. Ну, как бы, может быть, лет 20 назад. Там вообще пешеход ужасный, неудобный. Он сделан как-то наискось. И ты выходишь из магазина, тебе нужно возвращаться и опять идти, и он еще идет в бок. Вопрос переноса пешеходных переходов здесь уже поднимался. Мы, как бы, думаем внести в комиссию по безопасности дорожного движения вопрос о рассмотрении переносов пешеходных переходов. Сотрудники госавтоинспекции напоминают пешеходам об ответственности за нарушение правил перехода проезжей части. Это сегодня рейд нес профилактический характер. А вообще штраф составляет 500 рублей и будет выписываться всем, кто пренебрегает дорожной разметкой. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого.